Слава нашему Господу, братья и сестры! В этот прекрасный воскресный день мы продолжаем тему, начатую три недели назад. Это тема о рождении свыше. Вы знаете, эта тема, в принципе, она неисчерпаемая, потому что если бы братья после меня еще говорили и говорили на эту тему, ее исчерпать невозможно, потому что это основной фундамент нашей жизни, основной фундамент того, на чем мы можем стоять пред нашим Господом, потому что если мы не понимаем самой сущности рождения свыше, мы не можем даже быть детьми Божьими, потому что только Тот, Который принял Иисуса Христа в веру, только Тот является Детем Божиим. Мы это знаем прекрасно. Мы читали в прошлый раз с вами, когда в Евангелии от Иоанна написано в первой главе, что пришел к Своим, и Свои не приняли Его, а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Это великая милость Божья. И вот эту тему Иисус Христос раскрывает в беседе с Никодимом. Я не буду всю эту главу читать с самого начала, я читаю дальше с 3 стиха, потому что то вы знаете. Из 3 стиха Иисус сказал в ответ Никодиму, то есть этому человеку, старшему из фарисеев, начальствующему фарисею, члену Синедриона, Иисус говорит ему в ответ, «Истинно, истинно, говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему, «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал, «Истинно, истинно, говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа». Никодим сказал ему в ответ, «Нет, как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему, «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно, говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном?» И так, братья и сестры, сама истина, само учение о рождении свыше, оно есть земное, потому что Иисус Христос сказал, что если говорю о земном, и вы не верите, то есть не только ты, Никодим, но и все вы, фарисеи, все вы, чтущие и признающие Бога, все вы люди религиозные, которые хотите свою связь восстановить с Богом тем, что вы признаете Бога, что вы признаете Его величие, Его святость, и вместе с тем вы хотите на основании закона своими силами угодить Богу, у вас ничего не получится. И мы можем сказать, Господи, а почему у нас не получится? Ну, мы же рождаемся в христианских семьях, мы с детства научены, как служить нашему Господу, мы с детства приучены, что мы не можем день начинать наш без молитвы, мы не можем без молитвы его заканчивать, мы имеем внутреннюю связь, нам кажется, с Богом, но тем не менее, тем же религиозным людям, сам Господь говорит, должно вам родиться свыше. И мы с вами немножко разбирали прошлый раз эту тему, что сказал Иисус Никодиму, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. И тут вопрос, ну, неужели мы настолько испорчены, что мы не можем ни увидеть, ни войти в Царство Божие? Ну, вы знаете, если Господь сказал этому человеку, оно касается каждого из нас, оно касается каждого рожденного на эту землю. Почему? Потому что Слово Божие говорит, это Римлянам 3 глава, 23 стих, там написано, все согрешили, и все лишены славы Божией. И Римлянам 5 глава 12 стих говорит так, посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков. Итак, дорогие друзья, один человек когда-то согрешил, и смерть перешла во всех человеков. То есть, мы с вами разбирали в прошлый раз, что мы с вами рождаемся с мертвым духом. И вот, есть в Священном Писании одно очень прекрасное место, и я думаю, каждый у вас знает, это место наизусть, это Фессалоникийцам 1 послание, 5 глава, 23 стих. И там написано так, «Сам же Бог мира, да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело, да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». И вот теперь посмотрите, нам сегодня Господь говорит, Слово Божие говорит, Дух Святой через это Слово Божие говорит, что вы имеете тело, душу и дух. И это все должно быть освящено в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Но если человек рождается с мертвым духом, то почему он рождается с мертвым духом? Неужели Бог создал человека таким, что он родился, он пришел на эту землю, и он пришел с мертвым духом? Нет. Вы знаете, когда мы читаем «Бытие», вторую главу, седьмой стих, там Бог открыл свое творение, и это описано в Слове Божьем, и там написано так, «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». И вот, если мы начинаем разбирать, как оно в подлиннике написано, какими словами обозначено, потому что мы иногда даже не понимаем сущности того, что тело – это есть тело, душа – это душа, и дух – это разные все вещи. Это три составляющие нашего естества. И вот Бог нам открывает это. Во-первых, на языке подлинника, на греческом языке, тело – это сома, дух – это пневма, и душа – это психия. И вот человек, который рождается на эту землю, он имеет тело, он имеет сома. Так, он имеет душу живущую – это психия, но дух он имеет. Мы с вами беседовали в прошлый раз, но этот дух пораженный, и этот дух пораженный в Адаме. Но когда Бог создавал человека, Он создал из праха земного что? Тело – это сома. И вдунул его в лицо его дыхание, жизнь. Он дал свой дух – это психия, пневма. И вот человек после этого стал душою живою. Поэтому три составных части во время творения Божия, они были в человеке, в человеческом естестве. Но в тот момент, когда Бог сказал человеку, что от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который вкусишь от него, смертью умрешь, то эта смерть наступила. И то, что мы с вами читали, что все согрешили и все лишены славы Божией, мы родились в этом грехе, мы родились в этом мертвом, с этим мертвым духом, и поэтому дух наш нуждается в возрождении. И поэтому эта великая истина, она была провозглашена именно тому человеку, который был, можно так сказать, со стороны человеческого взгляда, очень религиозным человеком, очень благочестивым, очень праведным, соблюдающим, скрупулезно соблюдающим волю Божию или закон Божий, но тем не менее, он не имел спасения, потому что спасение только в Иисусе Христе, и спасение только по благодати. И то, что предписывает закон, иногда, братья, мне говорят, ну вот ты иногда настаиваешь на том, что закон нужно исполнять. Братья и сестры, мы не должны исполнять закон для того, чтобы угодить Богу, для того, чтобы получить спасение, для того, чтобы получить, можно так сказать, печать праведности от Бога. Нет, не на этом основании. Там основание совершенно другое. Если ты дитё Божие, если ты рождён свыше, если Дух твой возрождён, и ты являешься храмом Духа Святого, а это должно быть, то ты будешь исполнять волю Божию, и для тебя это не будет, как средством достижения твоего спасения, но потому что ты уже спасён в Господе нашем Иисусе Христе. И вы знаете, я из этой точки, из этой позиции, что мы рождаемся на эту землю и с нашим Духом, но с нашим мёртвым Духом, который не имеет связи с Богом, и мы можем так сказать, ну а как же, вот написано, что даже язычники, не знающие Бога, они, когда поступают по закону совести, они правильно поступают пред Богом, и они законно поступают пред Отцом Небесным. Но, братья и сёстры, если Христос говорит Никодиму, должно вам родиться свыше, мы не можем сказать, что те язычники, которые правильно по совести поступают, они рождённые свыше. Но этого быть не может, но это Богом данный инструмент нашему человеческому земному естеству, чтобы даже если человек невозрождённый, но имея совесть, он как-то мог поступать всё-таки по воле Божией, потому что человека Бог создал по своему образу. И Бог имеет план, чтобы человек был по образу и подобию Божию. Я думаю, многие из вас знают, о чём я говорю, потому что подобие достигается у возрождённых детей Божьих только тогда, когда мы ходим перед Богом, и мы уподобляемся, мы подражаем нашему Господу Иисусу Христу. И вот вы знаете, я именно в этом ключе начал исследовать, и мне пришло на память, когда были события в Египте, и когда фараону снился сон особого значения, вы помните, о семи очень тучных коровах и о семи очень худых, которые поглотили этих тучных коров. Затем ему второй сон был, когда он видел семь колоссев очень тучных, больших таких, и потом выросли семь колоссев других, и эти поглотили худые, полные, и это был сон особого значения. И в Слове Божьем написано, и после того, когда ему приснился этот второй сон, написано, это 41 глава, Бетие, 8 стих. «Утром смутился дух его, и послал он, и призвал всех волхвов Египта, и всех мудрецов его, и рассказал им фараон сон свой, но не было никого, кто бы истолковал его фараону». И вы знаете, это был Божий путь для того, чтобы Иосифа вызволить из темницы, для того, чтобы он пристал перед фараоном, для того, чтобы сохранить народ не только египетский, но и все остальные народы, и для того, чтобы это время пришло, чтобы Иаков уже переселился в Египет. Это Божий план, это была рука Божия во всем этом. Но меня интересовал другой вопрос. В Библии написано, «Утром смутился дух его», и я сам себе начал думать, «Господи, ну неужели у фараона был дух, который работал, который мог что-то делать?» И вы знаете, я поднял подлинник, и в подлиннике я нашел совершенно другое. То есть, мы можем не знать языка, но мы можем видеть, какими буквами написано то или другое слово. И если тело – это сома, то дух – это пневма. Они разными словами написаны. Душа – это психа, и она тоже другими буквами написана. То есть, мы не ошибемся здесь. Здесь, как говорится, даже неопытный не заблудится. И я смотрю, здесь написано, «Смутился дух его», в подлиннике написано, что смутился не дух его, а встревожилась душа его. И тогда все стало на место. И вы помните, когда Виночерпий сказал, «Я вспоминаю грех мой», и когда я был посажен в темницу, и когда мне приснился сон такой, что он был особого значения, и я спросил там у одного того, который находится в темнице, имя его Иосиф, и он истолковал мне сон, и этот сон был правильно истолкован, и я возвращен на свою должность, и я опять являюсь Виночерпием твоим, царь, а тот, который был хлебодаром, Иосиф истолковал ему, что он будет повешен, и с ним точно так и случилось. И говорит, «Он может истолковать твой сон, царь». И царь тогда его призывает, и вы помните, Иосиф истолковал этот сон, и когда царь увидел, что этот сон истолкован, и правильно истолкован, то в 38 стихе фараон сказал слугам своим, «Найдем ли мы такого человека, в котором был бы Дух Божий?» То есть, найдем ли мы такого человека, как Иосиф, и в нем был Дух Божий? Вы знаете, даже если эти слова произнес фараон, я ничуть не смущаюсь, потому что эти слова, записанные в Библии, действительно, в этом фараоне был, в этом Иосифе был Дух Божий. Итак, дорогие друзья, мы имеем тело, мы имеем душу, и мы имеем дух. Иногда люди спрашивают, наши братья верующие, давно верующие, «Хорошо, а есть еще одна составная часть, которая называется плоть, а что это?» И мы должны понимать, братья и сестры, что Слово Божие нам говорит, чтобы мы, будучи возрожденными, будучи наследием Божиим, чтобы мы поступали по духу и не исполняли вожделение плоти. То есть, если ты возрожден, если ты Дитё Божие, ты имеешь эти три составные части, ты имеешь тело, ты имеешь душу, и это ты имел всегда, но ты имеешь плюс к этому возрожденный дух, и ты в этом духе имеешь связь с Богом. И только тогда, когда ты эту связь получил, ты имеешь управление от самого Бога, от самого Духа Святого. И Дух Святой, который пребывает в тебе, Он наставит тебя на всякую истину, и ты сможешь выполнять волю Божию. Но для возрожденного человека есть еще одна опасность, в том, что ветхая природа его никуда не делась. И я читал книгу Белигрейма «Дух Святой», и он в этой книге толкует так, что тогда, когда мы рождаемся свыше, мы попадаем в тот шторм, в котором мы раньше до этого вообще не были. То есть, мы осознали свою греховность, мы пришли к Богу с покаянием, и наши грехи прощены, но ветхая природа наша не устранилась. И враг через эту ветхую природу, он побуждает нас к тому, чтобы мы опять начали делать грех. И мы скажем, Господи, а что же это такое? Апостол Павел в послании Ефесянам говорит эту прекрасную истину нам, что поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, потому что эти две природы, новая, возрожденная и старая, ветхая, плотская, они друг другу противятся. И тогда встает вопрос, а что же такое плоть? И вы знаете, не каждый может ответить на этот вопрос, потому что, допустим, в украинском языке вообще этого слова и термина, понятия, как плоть, вообще нет. Есть одно. Там, где написано в нашей Библии плоть, там написано тело в украинском. Там, где написано тело, там тоже написано тело. Но плоть, мы должны знать, что плоть – это составляющая нашего человеческого естества. И из двух частей – это наше тело и наша душа, та, с которой мы родились. И вот в нашей душе враг может иметь власть над этой частью, но не над духовной, не над возрожденной. И тогда, когда мы поступаем по плоти, мы можем делать грехи. И в послании Галатам идет целое перечисление, целый перечень. Дела плоти – суть. И идет это перечисление. И когда идет это перечисление, в конце написано, что поступающее так Царство Божие не наследует. Плот же Духа написано. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых написано нет закона. Но те, которые Христовы, распили плот свою со страстями и похотями. То есть, рождение свыше, оно предполагает нас к тому, чтобы мы увидели красоту Божию и чтобы мы увидели, что мы находимся в этой ветхой нашей природе и чтобы мы ее со дня на день распинали. Но, братья и сестры, тут вопрос такой. Значит, мы понимаем многое, но мы иногда не в состоянии того, чтобы сделать. И поэтому, если Господь Никодиму сказал о рождении свыше, сказал ему, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие, то мы должны понимать любому человеку, самому религиозному, нужно осознание своей греховности, осознание того, что мы без Бога сами по себе мы мертвые люди. И мы можем, все, что мы можем заработать, мы можем заработать себе погибель, но не спасение. Спасение только в Иисусе Христе, в Сыне Божьем. И мы должны понимать, что та третья глава Евангелия от Иоанна, она не заканчивается истиной только о том, что Христос объяснил Никодиму о рождении свыше. Дальше он говорит такие слова с 14 стиха. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасся через Него. верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». И я хотел бы остановиться на этом стихе. «Верующий в Него», то есть в Сына Божия, в Иисуса Христа, не судится, а неверующий уже осужден. И спрашивается тогда так что? И этот Никодим, религиозный человек, можно сказать, как апостол Павел говорил о себе, по правде законной, непорочный, он осужден, да, осужден, потому что не имеющий Сына, не имеет и Отца. И мы должны уразуметь эту истину, потому что спасение только в Иисусе Христе. Тот золотой стих, который мы знаем наизусть и который мы постоянно цитируем, «Ибо так возлюбил Бог, то есть Отец наш Небесный мир, что отдал Сына Своего, то есть Иисуса Христа Единородного, дабы всякий верующий Его не погиб, но имел жизнь вечную». И поэтому, друзья, наше рождение свыше мы должны приписать только к нашему спасению. И поэтому никакая религиозность нам не поможет до того момента, пока мы не встретимся с нашим Господом Иисусом Христом лично. И тут вопрос такой, да, хорошо, ну а что ж из себя представляет эта религиозность? Вы знаете, религиозность, она может восхвалять себя и она может судить другого. Вы знаете, я это заметил в себе лично, почему? Родился в третьем поколении в семье пятидесятников, то есть мои дедушки были крещеные Духом Святым, мои родители крещеные Духом Святым, и я был крещен Духом Святым. И вот в свое время я вспоминаю такой случай, ну где-то мы уже были такими хорошими тинейджерами, где-то, может, 15-16 лет, я сейчас не могу сказать, но я считал себя в этом возрасте, я думаю, как и все, в этом возрасте считают себя очень взрослыми, знающими очень много, все понимающими, и вот мы были на браке, вы знаете, в то время, когда церковь была, можно так сказать, на нелегальном положении, и когда мы собирались по домам небольшими группами, и вот у нас брак, и вся церковь на браке, это только два пункта, когда вся церковь собиралась вместе, это брак или похорон, тогда собирали все, и никто нас не разгонял, и вот на этот брак, наша сестра выходила замуж, и ее подружка была из баптистов, и вот она пришла на этот брак, и вот наша группа молодежи, и она пришла туда поздравить свою подружку, которая выходит замуж, и она пришла с накрашенными ногтями, и вот одна сестра из нашей церкви говорит, о, пришла баптистка с накрашенными ногтями, даже не постеснялась хотя бы пришить сюда среди верующих людей лак свой смыла с ногтей. И вы знаете, она это говорила, а я в сердце своем оправдывал ее. О, какая сестра ревностная, богобоязненная, как она осуждает грех в другом человеке. Потом прошло еще немножко времени, я учился в институте в Днепропетровске, жили мы в Днепродзержинске. И вот у меня занятия закончились где-то так, что электричка, которая уходила где-то в районе пяти часов вечера, она уже ушла, а следующая будет только около девяти. Четыре часа, сильно большой промежуток времени, я пошел на автовокзал, там рядом было, чтобы автобусом поехать в Днепродзержинск. И тут смотрю, с нашей церкви одна сестра, замужняя, она увидела меня, мы поздоровились, и она что-то правую руку спрятала за спину. Но я уже заметил, у нее на правой руке было обручальное кольцо. И вы знаете, у меня началось такое осуждение, как ты, будучи христианкой, будучи членом церкви, носишь обручальное кольцо. Тогда у нас это считалось абсолютно неправильным, потому что дети Божьи не должны. И вы знаете, я ее осудил. И вы знаете, только когда прошло время, я понял, что вот этот дух осуждения, который осуждает другого, на самом деле это религиозность. Но ничего праведного и святого в ней нет. Почему? Потому что кто ты осуждающий чужого раба? Перед своим Богом он стоит или падает, и Господь силен восставить его даже в последний день. То есть я понял в себе, что что-то здесь не в порядке. Я осуждаю, и я считаю себя правым. Я считаю кого-то плохим, но что-то не во мне. Потому что, и вы понимаете, в чем причина? У таких религиозных людей у нас портится настроение, когда мы видим грех чужого, который, может быть, в сущности не является грехом, но мы понимаем, что это грех. Но когда мы делаем свои проступки, мы себя абсолютно оправдываем, и у нас все нормально. И я так подумал, почему должно страдать мое внутреннее состояние? Почему я должен терять мир из-за того, что кто-то делает по нашим понятиям неправильно? Я начал исследовать и говорить, Господи, что со мной не так? Что мы не делаем, не понимаем правильно? В чем мы неправильно поступаем пред Тобою? И вот смотрите, когда Иисус Христос говорил Никодиму, что ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь, а, наверное, он что-то должен был знать, то мы с вами в прошлый раз говорили, что те люди ветхозаветные, которые свое упование возложили на грядущего Мессию, и которые верою приняли грядущего Мессию, они были возрожденными людьми. Для меня не стоит совершенно вопрос о том, был ли Енох возрожден или нет, потому что тот человек, который 300 лет ходил пред Богом, и о котором написано, и он угодил Богу, и Бог взял его, он был на голову выше в хождении пред Богом, чем мы все вместе с вами взятые. Потому что этот человек действительно 300 лет ходил пред Богом, и Бог взял его. Это прообраз церкви, прообраз невесты Иисуса Христа, которая, не увидев смерти в пришествии Господа, будет взята в сретение Господу на небеса, и так всегда с Господом будет. Для меня Елизавета, которая увидев пришедшую Марию, и которая, увидев его, и сказала, и что это мне, что Матерь Господа моего пришла ко мне, а там произошло только зачатие Иисуса Христа. А Елизавета, мы знаем, это первая глава Евангелия от Луки, она была на шестом месяце беременности, она ожидала Иоанна Крестителя. И в тот момент, когда голос приветствия Марии дошел до Елизаветы, то Елизавета сказала, «И когда голос приветствия твоего дошел до ушей моих, радостно разграл младенец во чреве моем». То есть голос Марии услышал даже Иоанн Креститель, находящийся во чреве матери. «Для меня такие люди, как Елизавета, как Захария и ее муж, это люди, рожденные свыше, как Симеон, который взял на руки Иисуса Христа и сказал, «Ныне отпускаешь, рабатывая его с миром, потому что увидели очи мои спасение твое, которое ты уготовил перед всеми народами». Братья и сестры, эти люди веру и приняли Иисуса Христа. Симеон младенца принял на руки и принял его веру, что это его Спаситель, его Господь. Никодим должен был знать те прекрасные слова, которые сказал пророк Исаев в 53 главе с 1 стиха. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он зашел пред нами, как отпрыс, и как росток из сухой земли, и не было в нем вида и величия, который привлекал бы нас в себе, но Он изъязвлен был за грехи наши, и мучим за беззакония наши, и наказание мира нашего было на нем». То есть для Исаии это было понятно. И для тех ветхозаветных людей, которые ожидали пришествия Мессии, они верили в Него, и их вера вменялась им в праведность. И поэтому Господь сказал, что «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь?» И я думаю, что этот учитель Израилев принял веру Иисуса Христа, и он пришел к нему с верою, потому что, хотя он был и член Синедриона, вы помните, когда нужно было погребать Иисуса Христа, он пришел вместе с Иосифом Аревофейским и просил тело Иисуса Христа, и он принес, он купил ароматы, более чем 100 литров, для того, чтобы омыть тело Иисуса Христа. То есть он делом доказал в том, что он принял Иисуса Христа своим Господом и своим личным Спасителем. И вот, братья и сестры, когда Господь приходит для того, чтобы возродить нас, то Он приходит в этот мир. И в Евангелии от Иоанна 16 главе сам Господь говорит о Духе Святом, что Он придет и обличит мир о грехе, о правде и о суде, о грехе, что не верует в Меня, о правде, что Я иду к Отцу, и о суде, что князь мира сего остужен. Итак, дорогие друзья, трудится над нашим рождением свыше Дух Святой, и Он обличает мир о грехе. И самый большой мир – это непринятие веры в Иисуса Христа, о грехе, что не верует в Меня. Это самый большой грех. И то есть тот человек, который принимает веру в Иисуса Христа, с него снимается всякий грех. И говоря об этом, Никодиму Иисус Христос напомнил, наверное, Ему эти слова, что «Если ты являешься Учителем Израилем, ты должен знать, что Он изъявлен за грехи наши и мучим за беззакония наши, и наказание мира нашего было на Нем, то есть на Мне, который стоит пред Тобою, и Я не Твой Учитель, Я Твой Господь, Я Твой Спаситель. И если ты примешь верою в Меня, Я спасу тебя, кто бы ты ни был». Потому что те люди, которые являются религиозными людьми и которые являются, может быть, в своих глазах очень хорошими, они точно так, как апостол Павел, который еще был салом. Он нуждался в спасении, он нуждался в Иисусе Христе, он нуждался в возрождении Его Духа, потому что он мог засвидетельствовать о себе. Апостол Павел говорит, что я по правде законной был непорочный, но когда увидел святость Божию, то я назвал себя первым из грешников. И вы знаете, я помню тот случай, когда мы там жили в Днепрозыржинске, и вот когда сестры принимали крещение, они немножко раньше принимали, где-то 17-18 лет принимали крещение, а для братьев был такой неписанный закон, что когда придут с армии, ну, тогда и будут они уже принимать водное крещение, потому что, ну, кто помнит те времена, то иногда за то, что там принимали присягу в армии, братья их даже отключали. И поэтому было принято так, придут с армии, пусть принимают крещение, и будут тогда членами церкви. Ну, а у меня получилось, я в армию не шел, и не собирался даже в нее идти, Господь так помог мне. И я думаю так, ну, время пришло мне уже принимать крещение, но до этого уже был крещен Духом Святым, потому что так у нас было принято, и у нас проповедовалось обязательно, что кто запретит креститься водой тем, которые, как и мы, приняли Духа Святого. То есть крещены Духом Святым, значит, можешь принимать водное крещение. Но я помню еще другие события, которые были перед этим, и тоже в таком где-то возрасте, может, лет 15. У нас не было регулярных собраний, а у баптистов практически на соседней улице у них были регулярные собрания. И вот мы однажды с братом говорим, слушай, давай пойдем туда, на то собрание, послушаем, посмотрим, как у них проходят собрания. Ну, а проповедовалось у нас однозначно, однозначно, баптисты нерожденные свыше, кто Духа не имеет, тот и не Его, и мы в это верили. Ну, мы пришли туда, было лето, полный дом молитвенный был, просто заполнен людьми, окна открытые, и много людей стояло вокруг здания, и мы встали возле окна и слушаем. Слушаем первая проповедь, хорошая, пение хорошее, и поют лучше даже, чем у нас, потому что там был регулярный хор с регулярным регентом, и большой хор, много людей, но человек, наверное, 40 было в этом хоре. Мне понравилось. Ну, началась молитва, конечно, не совсем понятно, потому что, ну, мы к такой молитве не привыкли. Молится один человек, тишина полная, потом один закончил, аминь, сказали, второй молится, опять тишина полная. Ну, закончилось все, мы пришли домой, и отец спрашивает, ну что, где вы были? Я говорю, папа, мы ходили на собрание к баптистам, ну как, понравилось? Говорю, папа, понравилось мне, проповеди их понравились, говорю, пение понравилось, ну, они поют все, говорю, наши псалмы. А мне отец говорит, сынок, они не поют наши псалмы, то и мы их псалмы поем. Говорю, как мы их псалмы поем? Да. Говорит, мы с их сборника поем псалмы, папа, так разве это может быть? Да. Говорит, говорю, а почему их считают невозрожденными? Сынок, а я когда-нибудь тебе говорил такое, нет, ну я же слышу, ну, кто так говорит, пусть говорит, я, говорит, не считаю так. И тогда в мое сердце была посеяна такая мысль, как можно тех, которые приняли Иисуса Христа в свое сердце считать нерожденными свыше? Ну, время проходит, и я уже решил принимать крещение. И вот перед тем, как принимать крещение, надо было пойти к пресс-фитеру, заявить, и я пошел к нему, Рюмитрофан Антонович, я пришел к вам по делу, давай, говорит, какое у тебя дело? Я говорю, хочу принимать крещение в этом году. Да, а чего ты решил? Ну, обычно, чуть-чуть постарше, вот, когда, ну, 21, год, 22, братья принимают в нашей церкви крещение. Ну, я говорю, я хочу сейчас принять. Может, ты на следующий год примешь? Какая тебе разница? Нет, говорю, я хочу в этом году принять крещение. Ну, хорошо, мы подумаем, и мы тебе дадим ответ. И вот перед этим случается такое, ну, в нашей семье происшествие. У нас была машина, и мои родители хотели поехать в Кишиню. Я приготовил машину, поменял масло, поменял фильтр, все, завтра утром они едут. И вот мой дядя, маминой сестры, муж, приходит с работы, и жили они, ну, буквально метров 50 от нас, и заходит к нам после работы, отец говорит, «Коля, мы завтра едем в Кишиню». Да, ты что, и я бы тоже хотел с вами поехать. Он говорит, поехали. И я даже на сегодняшний день не понимаю, почему так произошло. Он не нуждался в моей помощи, у него был мотоцикл, и он мог поехать, чтобы попросить своего мастера на несколько дней отгул или освобождение от работы. Но он просит меня, слушай, говорит, повези меня к мастеру. Ну, я с удовольствием, ну, такая возможность для молодого человека на машине поехать. Я его повез туда, привез, он, спасибо тебе, спасибо, он договорился, мастер его отпустил, ну, и они уехали. И когда они приехали, отец мой говорит, «Ты знаешь, когда мы ездили, Николай сказал, дядя Коля сказал, чтобы я тебе машину не давал». Говорю, «Почему?» «Ну, ты его возил, и там где-то у тебя резина запищала на повороте». И он говорит, «Ты знаешь, не давай ему машину, потому что он ездит так, что резина пищит». А вы знаете, те старые машины, они такие были, что у них на самом деле медленно едешь, но резкий поворот, резина пищит. Вы знаете, как возмутился мой дух или душа, я не знаю, как это правильно назвать, но внутренность возмутилась. И я побежал к этому дяде Коле и говорю, «Дядя Коля, как вы могли так? Вы меня попросили, чтобы я сделал вам услугу, и потом после этого вы мне ничего не сказали. Вы мне сказали спасибо, а моему отцу сказали, не давай ему машину, чтобы он не ездил». А отцу такое сказали, «Если я не прав, почему вы мне не сказали?» Я ему высказал все вот это и пошел успокоенный. Я сделал свое дело. Я знаю, что отец мне не запретит машину брать, потому что он говорил всегда, если надо куда-то ехать, лучше ты будешь за рием, чем я. Я более спокойно себя чувствую. Ну и, короче говоря, я забыл за этот случай. Но пресс-фитер пошел, и он был наш родственник, и диакон нашей церкви, тоже наш родственник, это родной брат моей мамы. Они пошли к дяде Коле и спрашивают, как он, готов принимать водное крещение? Он говорит, нет, не готов. А почему? Да вот, я там на него сказал, и он пришел выяснять отношения, и он обличил меня за то, что я сказал. Он еще не готов. Это был май месяц, где-то начало мая. Проходит июнь, проходит июль, наступает август, а мне ничего не говорят. И вы знаете, а Дух Святой работает. Дух Святой делает свое дело, Он обличает. И вы знаете, подходит уже конец лета, и я думаю так, вот через несколько дней уже начнутся занятия, я буду абсолютно занят, водное крещение я не принял. Если Господь придет за церковью в этом году, я не буду восхищен церковью. И время было, я сижу на кухне, плачу, слезы льются с моих глаз, бабушка подходит, что такое? Я говорю, так и так, я в этом году хотел принять крещение, а вот мне не преподали крещение, ну, а почему тебе не преподали? Я говорю, вот это случай, что со мной произошел. Она говорит, ну, может быть, тебе надо примириться, и в моем сердце одна мысль такая. В нашей церкви была очень благочестивая одна сестра, и я просто ей доверял как лицу, которое абсолютно посвящено Господу. И я ничего не произносил устами, я просто в сердце своем сказал, вот если бы вот эта сестра пришла, чтобы мы вместе с ней помолились, чтобы мы возгнали к Богу, чтобы сам Господь решил мою ситуацию. И что вы думаете? Я только подумал об этом, буквально прошло, может быть, 10, 15, 20 минут, не знаю точно, во времени, открывается калитка, я смотрю, ответ на мой вопрос. Эта сестра заходит во двор к нам, заходит на кухню, где я сижу, и говорит, это меня Господь к тебе послал? Я говорю, да, наверное, ко мне. У тебя какая проблема? Я говорю, мне не преподали крещение, я хочу помолиться, я хочу примириться с Господом. пошли молиться. И мы стали на молитву, и я стал говорить, Господи Иисус, я понимаю себя погибшим грешником, я понимаю, что если я дитё твое, я не должен так поступать с моими ближними, я не должен высказывать, я не должен кого-то обличать. И вы знаете, именно в этот момент, в моем сердце произошло то, чего я никогда до этого момента не испытывал. Как написано в послании римлянам в пятой главе эти прекрасные слова, ибо знаем, нет, в послании римлянам римлянам пятая глава, «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». И пятый стих, «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». И когда я стал каяться пред Господом, и когда я просил Иисус, «Прости меня за все мои грехи, прости меня за то, что я, называясь Твоим детём, не являя в сущности таким, прости меня и за тот случай, который стал препятствием к моему водному крещению». Вот этот мир Божий, которого я никогда не испытывал, он пришел в мое сердце. Любовь Божия излилась в такой мере, что я чувствовал так, что между мною и Богом нет никакого разрыва, что какой-то канал соединяет меня с небом, и что само небо спустилось на меня. И я был преисполнен такой любовью, такой благодатью внутренней. И я после этой молитвы сразу побежал к дяде Коле и пришел к нему, говорю, «Дядя Коля, простите меня, я сто процентов был неправ, что я пришел вам высказывать. Я, как дитё Божие, не должен был этого делать, простите меня, если можете». Он говорит, «Да я на тебя и не имел ничего, я просто сказал». Его дочка была Рая, моя сестра, она тоже была такая, с таким большим языком. Я ей высказывал ее состояние. Потом побежал я к ней Рая, говорю, «Прости меня, я тебе говорил, я тебя облегчал, я не должен этого делать, прости меня». А то, говорит, «Я на тебя ничего не имею, ты говорил, я может и на самом деле такая». Но тем не менее, когда я вот это сделал, сам дядя Коля пошел к пресвитеру, пресвитер меня вызывает, «Слушай, ты уже готов, мы тебе преподадим крещение». Братья и сестры, я понимаю, вот это то, что Бог делает в наших сердцах. И вы знаете, опять мне, конечно, времени не хватает, но, может быть, я опять... Надо сокращать, надо прекращать, так? Но стоит вопрос, почему у верующих родителей не могут рождаться рожденные свыше дети? Почему нам нужно рождение свыше каждому лично? И вот вы знаете, есть один пример, братья на пульте, пожалуйста, покажите ту коротенькую, коротенький видеоклип о бабочке. Перед началом схожения были показаны множество бабочек разных, так? Вот. Это великое разнообразие Божие. Но в этом клипе мы что-то увидим. Давайте мы посмотрим. Все бабочки на протяжении своего жизненного цикла проходят через удивительную трансформацию. Сначала на свет появляется яйцо, из него появляется гусеница, которая зачем переходит в статью кукол? На этой стадии гусеница начинает сокращаться резкими ритмичными толчками, разрывая тем самым свою внешнюю оболочку. Она быстро отбрасывает свои лапки и оболочку головы и начинает наращивать вокруг себя кокон. В течение первого дня внутренние органы гусеницы изменяют структуру, превращаясь в похожую на суп-жидкость. В течение одной-двух недель чудесным образом происходит превращение в бабочку с ее сложными крыльями. Для этой метаморфозы требуется всего лишь несколько дней, а не миллионов лет. У взрослой бабочки шесть разделенных на сегменты ножек. Усики, особый хоботок, пара уизумительной по своей структуре глаз, сложная система репродуктивных органов и четыре изящных крыла. Ни одного из этих признаков не было у гусеницы. Совершенно очевидно, что все этапы этого механизма превращения были изначально заложены создателем в генетическую структуру насекомого. Гусеница становится куколкой, затем бабочкой, и мы видим в них два абсолютно разных дизайна. Гусеница – это начальная страсть. Хорошо, можно выключать, потому что... Все, что она делает, просто... Да, выключайте. Там еще немножко есть дальше, но просто мы... для того, чтобы сократить время. Достаточно даже этого, что было показано. Поэтому, дорогие друзья, мы прекрасно знаем бабочки, вот эти так. И Бог на этом примере показал, что она не может от себя дать точно такую бабочку. Она не может, потому что Бог генетически заложил в ее природу. Она откладывает от 100 до 200 яиц, и эти яйца развиваются в гусеницы. И вот одна бабочка за одно время дала от 100 до 200 гусениц. И спрашивается, а зачем такое множество? И эти гусеницы, они поедают листья на деревьях. И затем происходит то, что когда она набирает свой определенный возраст, она превращается, вы видели, в куколку. Вот. То есть, первое, что с ней происходит, она отбрасывает свои лапки. То есть, та связь с землей или с теми веточками, на которых она ползала, она отходит от нее дальше. Она сбрасывает свой панцирь с головы, она разрушает свое тело и превращается в куколку. То есть, она облекает себя вот этой оболочкой внешней. И после того, когда завершено вот это, образование этой куколки, вся внутренность ее превращается в жидкость, в желе. И вот это желе, оно наподобие яичного белка. Такая однородная структура, жидкая. И буквально, в зависимости от того, в какой среде, в какой температуре находится вот эта куколка, от одной до двух недель, там созревает бабочка. Раскрывается эта куколка и бабочка полетела. И у нее совершенно другой образ питания, совершенно другой образ жизни. Она летает. И она не пользуется листьями, она не грезет ни одного листочка. Она садится на цветочки. И она берет нектар из этих цветов. И она садится на другой цветок. Она берет с другого цветка нектар. Она занимается опылением. Понимаете, она приносит какую-то пользу. Но мы скажем о гусине, что он не приносит никакой пользы. Приносит пользу. Вы знаете, а чем бы питались птицы, если бы не было этой гусеницы? Птицы это санитары. И вот принцип здесь какой. Бабочка не может родить себе бабочку. Рождается гусеница. И это подобие того, что происходит у возрожденных детей Божьих. Вы родились в христианскую семью, или вы имеете детей, но дети ваши рождаются с мертвым духом, и этот дух должен быть возрожден. Люди должны прийти к осознанию своей виновности, к покаянию, к тому, чтобы принять Иисуса Христа своим Господом, своим личным Спасителем, и только тогда наш дух будет возрожден. Я понимаю, что тема абсолютно не закончена, так, и я бы даже думал так, чтобы братья, может быть, другие продолжили эту тему, но я бы хотел еще в заключении этой проповеди сказать те слова, которые написал Иоанн в первом послании. Это вторая глава, 29 стих. Если вы знаете, что Он праведник, то есть Иисус Христос, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от Него. Братья и сестры, это признаки рожденного свыше. Дальше, третья глава, 9 стих. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в Нем, и Он не может грешить, потому что рожден от Бога. Четвертая глава, 7 стих. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий, любящий, рожден от Бога и знает Бога. Пятая глава, первый стих. Всякий, верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий, любящий и родившего, любит и рожденного от Него. И четвертый стих. И всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сияясь победа, победившая мир, вера наша. Итак, дорогие друзья, я просто вынужден закончить на этих стихах эту проповедь. Нашему Господу завсёдно будет вечная слава. Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Будем молиться Господу.